МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сомедов проводил последний бой на белорусской земле. Ученик Дмитрия Писецкого приобрел известность 10 лет назад, когда не без успеха стал участвовать в больших турнирах по кикбоксингу и К1. В скором времени стало ясно, что Забит – хороший организатор и стратег. Не только его тренеры и менеджеры, но и прежде всего сам Сомедов старались идти по карьерной лестнице осторожными выверенными шагами. Как итог – статус суперзвезды в Азербайджане и авторитет в бойцовской среде Беларуси. Однако возраст уже сказывается, и белорусский азербайджанец планирует в этом году завершить карьеру. И это будет один из моих последних боев. Я думаю, что я скоро завершу карьеру. Ну, в 34 года уже пора уходить. И как часть прощального тура – минский турнир «Ахмат Файт Шоу». Главный бой вечера – Забит Сомедов Евгений Орлов. Что любопытно, еще за два месяца до старта турнира никто о нем вообще ничего не знал. В том числе и один из основных организаторов – глава клуба «Чинук» Сергей Иванович. Задача нереальная. Что такое, во-первых, площадка, минскаренная. Все понимают, что это на сегодняшний день самая большая спортивная площадка Европы. И что такое сделать проект в такой площадке и сделать его за месяц. Реально мы сделали невозможно. Если бы это был не забит, а если бы был другой человек, ему просто все бы отказали, в том числе и я. Поскольку мы не коммерсанты, не бизнесмены, и наша цель и Забита, и моя – это не билеты, это не деньги, полученные за рекламу и так далее, а это само спортивное движение. Сама цель была провести. Это всегда ценится накал борьбы, агрессия. И главный критерий судейских оценок – это урон противнику. Выигрывать не тот, кто набрал более или менее очков, а тот, кто нанес противнику урон. В оргкомитете – знакомые нам лица. Представители Федерации рукопашного боя Максим Корольков и Андрей Пивоваров, чья ответственность – справедливое судейство и соблюдение чистоты поединков. Сегодня будет, в принципе, знаковый для Беларуси турнир «Ахмат». Беларусь он проходит впервые. Он будет проходить по правилам Кайван. То есть все любители спорта знают, что это за правило. Кикбоксинг Кайван. Три раунда по три минуты без прихватов и экстра раунд. Настоящий бой. Победит тот, кто будет хотеть больше победить. А мы, честно, все оценим. Стандартная бригада, два рефери, три боковых судьи. Главный судья – хронометрист. Состав участников и даже пары бойцов определял сам Самедов. При этом не все из-за планированного притворилось в жизнь. Достаточно сказать, что у самого Забита соперник поменялся дважды. Но количество поединков осталось без изменений. Десять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова